Интернет-магазин fanatic.club. Это приманки из съедобного силикона, различных форм и размеров по низким ценам. Ссылка на магазин в описании под видео. Вот именно покупку твена я полностью одобряю, потому что ты его раз купил, и все, и голову не греешь, ну лет 10 точно, в принципе, с катушкой. Потом она тебе просто уже надоест, и ты купишь новую. Поэтому есть смысл в нее вкладываться. Ну да. Нет. Сейчас щуку встретить вероятность очень низкая, поэтому я ставил поводок из флюра. Да. Просто я по временем не знаю, что сейчас еще рано для щуки, она позже появляется. И можно ставить флюр. Смело. Это лишняя защита для шнура, и лишний повод судаку клюнуть. Все, хвосты обрезаны. Приманка цепляется, и можно в бой. Начнем отбрасывать с тихих мест. Судаки, стройся. Да не говори. Здесь сейчас, да, 0,25. На, водичка еще маленько упала. О, есть. Там какой-то крокодил такой, что прям вообще. Такой прибрежный местный крокодил. Да. Хе-е. Селедка. Даже не селедка. Захавал. Хорошо вошел. Вот, первый есть. Как и в прошлый раз, с первого заброса. Давайте второй заброс и второго. Да ладно ты. А, кусался. Ну, почему-то, гад, с одна подбирал. Веленький. Не хочет нормально поклевать так, чтобы с поклевкой. Ба-бам. Так, попробовать сделать вес полегче, а приманку, наоборот, увеличить, чтобы было дольше зависания. Вес поставлен не 14, а 12 граммов. Вот такой вот гиброхвост, только побольше. Здесь только стоять и экспериментировать. Все, больше нечем заниматься. Ну, ходить немножко вправо-влево. Ух ты как. Прямо под берегом какой-то малыш стоял. Сдолбанул так хорошо. На, скинул маленькую приманку. Ну, ладно. Тоже не хотят. А что они скажут против мандулы? 16 граммов и мандулы. Удивительное и невероятное. Где рыба? О, есть. Вот она рыба. Ага. Прямо с четкой такой поклевкой. Я вообще в сторону смотрел. Слышу тресь. Да прям. Не, на этой палке я понимаю, двушник там или килошник. Или карандашик. Малышок. Да он же маленький. А давит сильно. Он даже заел мандулу хорошо. Иди сюда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Живой. Да не, само собой пусть плывет. Просто он чуть не убился с такой горы. Отцепился. Ну и что ты стоишь? 2.0. Догоняй. Ага. Что-то нам в лицо ветер включили. Ну да. Не нравится им твой кейтэч. Невкусный, говорят. Кусок тапка плавающего лучше. Ну. Вот как ни крути, конечно. Одно дело сертей, другое дело колдия. Какие-то там такие шумы, какие-то такие побрякивания. Как коробка с гвоздями. После сертейта. Эксия. Да у него, кстати, между прочим, очень тихий ход, только туговатый. Вот. Сам по себе он у него прям тоже такой монолитный. А здесь все эти вот расхлябывания, потому что зазоры делают большие. Все-таки пластик, чтобы дольше жил. Ну, это все дает лишние колебания и всякие побрякивания левые. Как хорошо ударил-то. 3-1... А, 3-0. Как это? Ты смотри, как палка-то сгибается. Нету его ничего. Ага. Тапки рулят. Не. Рулит Антоха Войтов, который делает такие мандулы. Надо будет зимой у него закупиться еще. Да, правда, такая же килька, но клюет. Хей? Килечка мандулоядная. Я его цивильно отпущу, не буду скидывать с обрыва. И я покидаю точно отсюда. Прям. Ты как заел-то? Прям так хорошо кусал. Иди. Шлеп. Побежал. Не, ну, это лучше, чем, блин, с 4-х метров-то лететь. Все-таки сдух. Да, понятное дело. Ну, всяко же найдется... Молодой, Костя, не а что ли? Ага, нет, всяко найдется комментатор, который скажет, что ааа, негуманист. Скидываешь рыбу с обрыва. Она потом болеет, страдает. Я думаю, она сейчас счастлива, что ее отпустили, а не на сковородку упустили. Погодка прелесть. Просто погода вообще обалденная. Где только толстые судаки? Килошничек, полторашничек, двушничек. А то все какая-то мойва. Вот у меня складывается ощущение, что SL-ROADS стучал громче. Те же самые веса он громче стучал. Хотя тяжелее. И по тесту, и сам по весу. Значит, не показалось мне, что Чуйка у него хорошая, у SL-ROADS. Я сейчас разработчику скинул два этих поста ВКонтакте. Сообщение пришло, наверное, на страницу А4. Типа, да как так, да кто отправил, скажи номер заказа, я его пойду лично изнасилуют. Все в этом духе. Вася, ты жжешь. Потом начал оправдываться, что вот палка, что там 100 долларов стоит, бла-бла-бла. Все такое. Я говорю, ну что сделаешь? Какую прислали, такую тестирую. Короче, говорят, такого он еще, говорит, не видел на своих палках. Говорит, много я уже видел. Но чтобы гнутый тюльпан и еще лак, столько лака оставили прямо в кольце. Такого, говорит, чуда не было. Вот что прикольно у Асгарда, у него вершинка работает прямо как эта. Как кивок. Четко так. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Тот же провокатор, конечно, немножко чувствительный в руку. Но вот по вершинке он не такой яркий, если так можно сказать, на отработке. Тот же все видно, но здесь прям вообще. Есть. Кто-то был на течке. Но кто-то такой же смешной, как и предыдущие. Если даже не смешнее. Ну да. Кому судаки, кому коряги, да? Местный стандарт сегодня. Поролонину. Ням-ням. Шпок. Содна подобрал. Вот такой же стандартный, как и все карандаши. О-о-о-ой. Не, это вообще рекордсмен. Это вообще жесть. Ты себя видел? Амандул увидел? Ты ее, наверное, в мутной воде не разобрал размер? И решил ее зажрать. Фига себе. Окунь, блин, и тот крупнее. Пускай растет в монстра килограмма натрия. Потом уже клюет. Тогда и поговорим. Зачем я ее нашел? Это единственная такая мандула. Уникальная. Желтенькая. Блин. Не хочу отрывать. Не надо. Все. Нету больше хорошей мандулы. Блин. Проверяем червяка. Бедыщ. Нормально летит. Вот тут у тебя же предел. Тут либо заброс менять. Хотя я кидаю от удар. Просто у меня, видишь, палка-то совсем не дальнобойная. И вес сейчас 12 грамм. Облегчился специально. Ага, ты смотри-ка. Поставил пассивную, а он ее съел. И правда этого червяка. А вы говорите, фанатик не ловит. Зачем ему твой хейтэч? Вот, фанатик. Нет, я сейчас не видя тебя удивлен, честно. Эй, правда? Убежал. Слопывал того червяка. Ну-ка. А повторить? Где там твой братюня? Там она просто... О! Два заброса. Нет. Два заброса, они там как раз кормиться надо. Блин. Не, ну там вот пачка с фанатиком лежит. Бери. Ты смотри-ка, в черном чехле, который ближе ко мне. Там вот фиолетовые черви. Как они называются-то, господи. Нашел? Да, даггеры. Деджер или даггер. Смотри-ка, правда. Лучше, чем на мандуу. Офигеть. Только что, видишь, грузик поставил полегче, и у червячка этого и такими легенькими подбросиками на дном. И смотри. Два заброса, две поклевки. Интересно. Да, она такая, очень неохота на крючок надевается, но она при этом потом живучая такая. Не, ну я буду ржать, если сейчас ты поймаешь на него. Вот тогда точно. Да. Подошла такая парочка, и тут я им. Червячка не желаете? А давай. И все. Для меня большая загадка, как он в мутной воде абсолютно видит пассивную приманку, ну чувствует. Это же вообще беда-беда. Как-то находит. Да неужели, что ты его поймал? Да нифига, там он сидит. Он просто такой маленький, что удочку твою согнуть не может. Или... Поймал или не поймал? А ты думал, вон, сожрал по самые тапки. Какой-то один, да? Ну что, закидывай его сюда. Да ты за палку не бойся, я этот судак твой как не знаю что. Ну вот, от нуля ушел. 7-1, догоняй. 7-1 уже? Да. Смотри, кручу. Бывает. На твистер? Да. Твистеры мы сегодня еще не пробовали, надо поставить. К этим они уже всем привыкли. Ох ты, ни хрена себе! Такой злючий удар! Такой маленький судак! Ему до фени, что в ней 4 дюйма, ее даже не видно. Вот в этот... Необъяснимо, но факт. И то не буду, и то не хочу. А ему надо 4-дюймовую самомуру. Че стесняться? Ну ты крокодил! Ты понимаешь? Сожрал же! Со злой поклевкой. А че меть? Мы тут стоим, выбираем полтора сантиметра или два, а ему вон, давай, 4 дюйма. Ай! Ай! Чук! Чук! Чук не убился! Ну... Вот так вот, а! Не зря самомуру стоит 500 рублей за пачку, да? Офигеть! Не, ну у меня сейчас еще там твистера от фанатика есть по 4,5 дюйма. Я сейчас их попробую, раз пошла такая пьянка. Что-то, даже такая блоха умудрилась на натянуться на него. Ну ладно, совамура, молодец. Уговорила нам такого крокодила. Тоже хорошо, когда не клюет. Блин, а у меня, походу, маленьких и нету с собой. Конечно. 6 грамм минимум. Че они скажут по поводу червячка? Маленького-маленького. Который микрокиллер. Ага, слушай. Есть. Да ладно. Ха, судачок. Тыдыньц. Тихо. Да, на этого червячка. Забавно. Один, блин, на 4-дюймовую осавамуру, другому давай вот этого червячка малюсенького. Это микрокиллер, червь. Занятно. Ааа. Иди домой. Делам. Делам. Каждой рыбе своя приманка. Так вот стоишь, экспериментируешь. Уже миллион вариантов перебираешь. Рано или поздно кому-нибудь что-нибудь понравится. Кстати, первая рыба на микрокиллера была. Я его еще не успел разловить. Ну вот. Что, блин? Поставить им легендарный хейтэч угостить? А вдруг... Ты уже пробовал? Так. Ладно. Че еще не легендарного есть вот такого. Можешь мой хейтэч вкуснее посолили. Мало ли. О, и он мне, наверное, уже года четыре лежит. Он у меня как дорогое вино уже, такое настоявшееся. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Как говорится, если на хейтэч не клюет, то уже не на че не клюет, да? Подожди, это ты кинул? Нет. Ты сейчас там же сегирея соберешь. Похрен. О, есть. Десятый у нас на хейтэча. Не смог устоять. А ты же хейтэч не работает. А, ну правильно. Мой-то с четырехлетней выдержкой. А твой свежекупленный. Да, перед таким трудно устоять. Четыре года в коробке лежит. Ага. Господи, какие вы маленькие, а. Крокодилята. Она такой большой клюешь. Так, давай, клювом в воду. Вот так вот вошел. Четко, да. Как китайский прыгун, я называю их. Китайские эти прыгуны в воду, они входят прям четко, без брызг, вообще прям так. Тук. И все, вот он практически так же. Хрен его знает, где этот крупный. Ждем его, ждем уже весь день, а он не приходит. С nit 000. Туешься. Там мы в городе как pasa это все. Ноafо, я знаю. Туешься. Туешься. Нес 270. Туешься. Туги. Игрины. Туешься. Новый, т.уф. Тауешься. Туешься. Продолжение следует...